Добрый вечер, уважаемые телезрители! Страна в Новый год вступила с изменениями. В 2018 году месячный расчетный показатель вырос на 6%. Теперь его размер 2405 тенге. Это привело к повышению минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Так, в этом году минимальная заработная плата и величина прожиточного минимума составляет 28284 тенге. В 2017 году она была 24459 тенге. Показатель МРП повлиял и на размер пособий, в том числе и на единовременное пособие по рождению ребенка. С этого года выплата за первого, второго или третьего ребенка, родившегося в семье, составляет 9390 тенге. А вот если новорожденный в семье по счету четвертый, пятый или шестой ребенок, то мать получит единовременное пособие более 140 тысяч тенге. Также выросла минимальная и базовая пенсии. Базовая пенсионная выплата с 1 января 15274 тенге. Повышение МРП коснется и размера штрафов. К примеру, водителя за использование мобильного телефона за рулем могут оштрафовать на 12 тысяч 25 тенге. В прошлом году эта сумма составляла 11 тысяч 345 тенге. Платить за коммунальные услуги с нового года кустанайцы станут больше. В Горводоканале намерено увеличить тариф на холодную воду и канализацию на 10%. Повысится в областном центре и стоимость электроэнергии. В Кустанай-Су повышение тарифа называют плановым. Если в прошлом году за холодную воду абоненты платили 75 тенге, а за канализацию 62 тенге за куб, то согласно новому тарифу стоимость составит 84 и 71 тенге соответственно. Все значения, отмечает руководство Горводоканал, указаны без НДС. То есть абонентам к этим цифрам нужно прибавить еще 20%. О том, насколько вырастет цена на электроэнергию, пока неизвестно. В антимонопольном ведомстве сообщили, что к ним с заявкой кустанайский энергоцентр пока не обращался. Поэтому говорить, как может измениться тариф, пока сложно. Увеличился тариф в областном центре и на тепло, однако коснулось это в основном юридических лиц. А вот стоимость газа, по словам антимонопольщиков, в Кустанай останется на уровне прошлого года. Между тем, специалисты советуют горожанам оплатить имеющиеся задолженности за коммунальные услуги как можно скорее, то есть до вступления в силу новых тарифов. Это позволит избежать перерасчета. Стоит отметить, что только Горводоканал у кустанайцы задолжали около 60 миллионов тенге. Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил о том, что в феврале в республике ожидается всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящее время в Кустанайской области ситуация с респираторными и вирусными инфекциями особой озабоченности врачей не вызывает. По словам руководителя отдела областного департамента охраны общественного здоровья Гулимда Сумовой, с начала октября 2017 и по сей день выявлено более 25 тысяч случаев ОРВИ, а это на 11% ниже, чем в прошлом году. При этом в регионе не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Но расслабляться пока рано и врачам, и пациентам. Пик заболеваемости еще впереди. По словам специалистов, самый эффективный способ профилактики – вакцинация. В этом году местные власти приобрели 55 тысяч доз вакцины «Гриппол» российского производства. Плановая вакцинация в области проводилась с начала октября по декабрь. На этой неделе планируется поступление еще 10 тысяч доз вакцины. Они предназначены для школьников, которые входят в группу риска. В наступившем году в планах у Кустанайского филиала «Казавтожол» – мощная реконструкция областных дорог. На работу выделяют 9 миллиардов тенге, так что некоторые участки изменятся до неузнаваемости. Юго-запад Кустаная в направлении Рудного планируют улучшить средним ремонтом. Здесь снимут старый слой и заменят асфальтобетонной смесью, чтобы выровнять покрытие. А саму Рудинскую трассу ждут большие перемены. До Рудного прямо до улицы Допоркова будет проходить 4 полосы движения. Две в одну и две в другую. Три областных дороги – это 153 километра – наконец дождались среднего ремонта. Продолжится работа в сторону Сырыколя, где к прошлым отреставрированным участкам добавится еще полсотни верст. А потом уйдут на Зуевку. До Борового на радость водителям приведут в чувство еще 75 километров. Начнется ремонт от Заречного и загончится за Миндогорой. Дойдут до победного финала и некоторые двухгодичные проекты. Получить свидетельство о рождении ребенка, поставить его в очередь в детский сад и оформить детское пособие. И все это благодаря одному СМС-сообщению. Госкорпорация правительства для граждан запустила пилотный проект по проактивному оказанию услуг. В Кустанайской области в торжественной обстановке уже выданы первые свидетельства о рождении, оформленные через СМС. После рождения ребенка автоматически приходят родителям СМС-уведомления с поздравлениями и с предложением регистрации рождения ребенка. Дополнительно постановка в очередь в детские дошкольные заведения и пособие по рождению и уходу за ребенком. Можно выехать на место, в СМС указывается точно адрес, где можно забрать документы и можно заказать услугу доставки на дом. Для того, чтобы воспользоваться проактивным оказанием госуслуг, достаточно быть зарегистрированным в базе в мобильных граждан. Сделать это можно на портале электронного правительства в личном кабинете, привязав номер мобильного телефона к ИИН. Сделать это можно самостоятельно или в секторе самообслуживания в ЦОНИ. Главное событие недели и, наверное, одно из главных событий года, определяющего направление развития нашей республики – послание главы государства народу Казахстана. С ним Нурсултан Назарбаев выступил на всех республиканских телеканалах вечером 9 января. На следующий день полный текст послания был опубликован в республиканских газетах и на официальных государственных интернет-ресурсах. Сейчас послание также доступно, его подробно изучают и государственные служащие, и простые граждане Казахстана. В Кустанайской области уже проходят встречи, в том числе и с участием депутатов парламента, где обсуждают поставленные президентом перед правительством и народом 10 задач. О послании сегодня поговорим и мы у нас в студии Алимжанов Кенеш Галибекович, руководитель управления по вопросам молодежной политики Акимата Кустанайской области. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер. Молодежи Казахстана в послании президента уделено существенное внимание, и на молодежь сделана серьезная ставка в дальнейшем развитии государства и реализации планов президента. Давайте посмотрим сюжет наших корреспондентов о послании 2018 года президента народу Казахстана и первых откликах кустанайцев на его содержание. На уходящей неделе вечером 9 января глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам с очередным 22 по счету посланием. Ак-Орда анонсировала это событие еще днем, и казахстанцы с нетерпением ждали обращения президента. Только на сайте АЛАУ анонс выступления в кратчайшие сроки набрал более 30 тысяч просмотров. Президент в своем обращении заявил, что у Казахстана есть исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран и перечислил 10 приоритетных направлений развития страны в 2018 году. Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать. Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства. Далее в списке приоритетных задачах развитие промышленности, увеличение объемов производства, развитие транспортной сферы, применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Помимо этого глава государства отдельно выделил необходимость перезагрузки финансового сектора и развитию человеческого капитала. В вопросах занятости обозначена такая проблема, как внедрение профстандартов и разработка. Дело в том, что при получении образования у нас, особенно в системе среднеспециального образования, была некоторая разобщенность с производством. То есть у работодателей требования одни, у учебных планов и программ содержание другое. Сегодня речь идет и глава государства постальная задача разработки профессиональных стандартов, безусловно, и профсоюзные организации в том числе принят в этом активное участие. Помимо этого в послании отмечается, что с 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью населения свыше 2000 человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления. С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных пунктах. Послание главы государства, безусловно, важнейшее политическое событие года, важнейший политический документ. Это, я еще раз подчеркиваю, стратегия развития нашей страны на ближайшую и отдаленную перспективу. Важнейшая цель для чего-то, так сказать, как, по какому пути нам идти, Настан Абийский Назарбаев обозначил четко, что мы должны к 50-му году войти в 30-ку от наиболее развитых государств мира. Мир стремительно меняется. Значит, и что для этого нужно сделать, чтобы эту фундаментальную задачу достичь? Вот как раз Настан Абийский в своих посланиях это четко и однозначно определяет. Помимо этого, Настан Азарбаев в своем послании отметил важность верховенства закона и борьбы с коррупцией. По данным, озвученным главой государства, только за последние три года осуждено за коррупцию более 2,5 тысяч лиц, включая топ чиновников и руководителей госкомпаний. К казне нанесен ущерб примерно в 17 миллиардов тенге. Послание состоялось. Каждый, кто хочет, может его найти в интернете, на официальных государственных ресурсах. Наверное, на каждом государственном сайте оно сейчас есть, может прочитать. Почему пригласили именно вас? Потому что на то, что я обратил внимание, практически в каждом, в каждой задачи, в каждой главе послания есть обязательно какая-то роль молодежи. Вот сама молодежь как оценивает послание? В первую очередь огромное спасибо, что пригласили в студию. Действительно становится традицией доброй, долгожданное послание. Почему? Потому что оно ежегодное. И все, конечно, хотят знать, какие изменения ожидают их. Это, можно сказать, становится путеводителем для каждого человека. Ну и, естественно, в том числе и молодежи. Мне хотелось бы сказать, что с самого начала обретения независимости глава государства особое внимание уделяет молодежи. И он всегда во всех своих выступлениях говорит, что молодежь – это будущее страны. Послание этого года как раз конкретизирует, что молодежь должна активно участвовать во всех государственных процессах, во всех новшествах, которые на сегодняшний день есть. И вот озвучено 10 стратегических направлений. И практически правильно вы подметили, в каждом из направлений есть молодежь. И очень важно сегодня понять, какие это 10 направлений. Как можно себя применить? Являются ли они участниками этих 10 направлений? Или они еще в ожидании чего-то? Может быть, они еще себя не нашли и хотят себя найти в этих направлениях? Поэтому мы могли бы сейчас поговорить об этом, подискутировать. И может быть, какое-то представление сформировать у молодежи и у общественности. Ну и вот, если можете, в каждом из направлений выделите ту часть, которая важна и вам, как специалисту, работающему с молодежью, и самой непосредственно молодежи Кустановской области. Ну, давайте с самого начала. Да, конечно. Президент сказал, что это четвертая индустриальная революция. Естественно, самая главная точка роста – это индустриализация. И здесь, конечно, очень важно имеет значение специалисты. У нас есть базовые предприятия – это ССГПО. Очень мощные, где работают около 18 тысяч работников. Из них 5 тысяч – это молодые специалисты. Это большая армия. И с каждым годом становится все больше и больше этих молодых специалистов. На данном предприятии очень сильно идет поддержка стартапов. То есть, когда молодые люди свои изобретения могут внедрять и тем самым улучшать экономику этого предприятия. И являются для каждого молодого человека это мотивацией. Почему? Потому что появляются должности, статусы. То есть, они растут в этом предприятии. И это очень важно для молодого человека, когда его видят, слышат. И можно привести один пример буквально в прошлом году, это в конце года. В нашем понимании, когда человек учится на строителя, то понимают, что строитель – это значит, что он должен строить. Но, понимая послание главы государства, мы должны переформатироваться. И в этом плане ССГПО очень удачно в прошлом году претворило в жизнь проект, когда профинансировало молодого человека, студента Руднинского индустриального института второго курса, Павла. И 660 тысяч деньги выделило для того, чтобы он внедрил новые технологии. И эти технологии позволили предприятию доказать и показать, что они, во-первых, экономичны. Это очень важно для предприятия. Во-вторых, они презентабельны. То есть, о предприятии можно уже узнавать этот декупаж зданий. То есть, это очень серьезное направление. И теперь сегодня выпускник Руднинского индустриального института имеет не просто специальный строитель, а он со знаниями IT-технологий. То есть, сегодня нужно IT-технологии практически всем знать или хотя бы пытаться изучать их. Благодаря этому он сможет претворять жизнь, и завтра не станет у него вопрос, где он будет работать. То есть, если, например, он по специальности нетрудоустраивается, то он может применить свои навыки, IT-технологии, навыки ведения бизнеса. Сегодня очень серьезно подошли ректора и руководство вузов по развитию навыков предпринимательства. И первой, так скажем, нашей ласточкой в нашей Кустанайской области – это Кустанайский инженерно-экономический институт, который на сегодняшний день занимается… Извините, университет. А то сейчас, если увидят, телезрители, да, университет. Они открыли стартап-академию. Что это значит? То есть, они дают возможность молодым людям не только своего вуза, но и студентам всей нашей Кустанайской области участвовать в этих стартапах. И буквально в конце прошлого года они провели бизнес-уикенд, стартап-уикенд, так скажем. И приняло 200 человек участников. Было 30 бизнес-проектов. Из 30 бизнес-проектов 15 были отобраны и поощрены. Они сегодня работают, взаимодействуют с Алма-юниверсити. И благодаря вот этому сотрудничеству они сегодня имеют эту стартап-академию. Они на сегодняшний день создают условия определенные для того, чтобы можно было заниматься. Это каворкинг-центр. Это буквально вот в первом квартале 2018 года они это все уже приведут в порядок. И вузы проявили интерес, чтобы принимать участие в этих проектах. И чтобы те стартапы, которые на сегодняшний день есть в других вузах, тоже приняли участие. Поэтому эту работу мы хотим поставить на новые рельсы, так скажем. Так, чтобы ни один стартап-проект молодого человека не оставался и не пылился где-то. А чтобы их обобщить и предлагать бизнесу. Но это вот эти все стартап-проекты, это какие-то технологичные, с использованием новых технологий? Есть стартапы, которые имеют внутри себя новые технологии, зеленые технологии. Есть стартапы, которые для бизнеса чисто, когда он открывает бизнес. К примеру, девушка из Кенео приняла участие, когда объявили конкурс НПП от Амикен. И вот из пяти проектов ее проект, можно сказать, первое место занял. И теперь в 2018 году, в марте, когда будут выдавать гранты, гранты это на 3 миллиона тенге, она будет принимать участие. Но есть больше вероятности, что, наверное, это профинансируется. И тогда она сможет применить. У нее чечевичные печенья она хочет делать. Но вот тут со стороны, скажем, такой небольшой взгляд. Государство тратит деньги. Студенты в основном, тем более вот эти, которые участвуют, активные, они учатся все за счет государственных грантов в основе своей. То есть государство тратит деньги, готовит конкретного специалиста для конкретной работы. А сейчас мы вот этих лучших людей отрываем от вот этого обучения, куда-то уходят в бизнес. Не теряет ли здесь государство? Нет, здесь ничего не теряется. Мы же говорим же культ знаний. То есть, если вернуться к программе Рухани Жангру, где глава государства четко обозначил, есть программы, это Торбей Жанебелем, где вузы участвуют в подпрограмме. Лудала Жастара. И здесь вот конкретно цель. Это воспитание и культ знаний. То есть, когда он попадает в стены высшего учебного заведения, он получает знания. И знания никогда не бывают лишними. И сегодня мы видим, куда современное общество идет и государство. Это коммерциализация проектов. То есть, не проект ради проекта, а он должен быть коммерциализован. Он должен какую-то прибыль приносить. Тогда здесь нам нужно увязать предприятие. То есть, мы сейчас хотим что сделать? Те проекты, которые есть, соединить их с предприятиями. И чтобы бизнес сюда вошел и увидел, если ему этот проект интересен, если на его предприятии он будет приносить прибыль, почему бы этого специалиста не взять с этим проектом. Тогда, получается, он не будет просто работником, а будет, может быть, соучредителем. Может быть, он бонусы какие-то будет получать от этого проекта. А может быть, разом получит оплату за этот проект. Тогда появляется у человека мотивация для того, чтобы изучать эти технологии и после этого применять. Это очень важный момент. И не все учатся по грантам. Если брать, например, Кинео, КСТУ, которые у нас есть, вузы, они же частные. Там в основном практически учатся все за свои, так скажем, деньги. И в государственных вузах тоже есть коммерческие отделения. Там тоже обучаются. И я думаю, что если будут те, кто за свои деньги учится и получать эти знания, а те, кто по грантам будут обучаться, не будут получать, это будет неконкурентная среда. Поэтому очень важно, чтобы вне зависимости, на какие и за какие он деньги обучается, он получал максимум этих знаний. Это очень важный момент. Но вот 30 проектов было представлено. Вообще это много или нет? 30 проектов? Да. Сегодня сказать много или мало сложно. Почему? Потому что это только начинается. То есть, если говорить, например, о том, что было в прошлом году, это буквально за, можно сказать, полгода, а даже квартал, наверное, такой реальный, было это сделано, то этот год уже, 18-й, он должен быть таким сравнительным. То есть, можно уже будет провести анализ. В первый, значит, стартап-уикенде мы провели, и было 200 участников, 30 бизнес-проектов и 15 отобранных. То в следующий, значит, наш бизнес-уикенд, что будет? Если будет 500 человек и 50 проектов, из этих 50 проектов выберут, например, там почти все, 49, то тогда это эффект. Тогда, значит, узнали, это интересно, мы на правильном пути, и люди пользуются этим. Это очень важно. Кто деньги дает? Это каждый проект требует какого-то положения. Эти средства, они совместные. Что это значит? Это все они на сегодняшний день негосударственные. Это Кустанайский инженерный университет, инженерный университет наш. Это Алма-юниверситет, это уже Алматинский университет, он привлекается сюда. И там же также приняли участие другие вузы, тоже выставили свои гранты. Также у нас в жюри, когда отбирают, это у нас ДОМУ представители, это НПП Атамикен представители, они видят, и они же грантовое финансирование обеспечивают. И тогда они видят хорошие проекты и сразу же их выбирают и предлагают им принять участие в грантовом финансировании. То есть уже более серьезные деньги, где можно, так скажем, это предприятие внедрить и получать уже прибыль. То есть полноценный бизнес, можно сказать. Получается, немножко Кустанайская область опередила, да, послание президента, начала внедрять уже до того же. Ну, наверное, знаете, послание мы не опередили, мы, наверное, идем в ногу со временем. То есть мы понимаем, и самое главное, молодежь это чувствует и понимает. И она двигается интуитивно, она читает, она смотрит, она отслеживает ситуацию, и она видит, к чему идет государство. Сегодня государство, по сути, в современном мире, в дальнейшем будущем, Казахстан, я не то что думаю, наверное, так оно и будет на самом деле, будет логистическим хабом. То есть... Но об этом, кстати, говорил президент. То есть когда, так скажем, товары, продукция будет проходить через наше государство. Для этого условия как раз и создаются. И здесь как раз молодежь могла бы применять свои IT-технологии, свои предложения вносить, бизнес открывать по этому, и зарабатывать деньги. Это очень важный момент. Здесь еще, знаете, хотелось бы остановить, раз мы индустриально-аграрный сектор. Если мы раньше себя ассоциировали как аграрный сектор, сегодня мы индустриально-аграрный. Это очень замечательно, это хорошо. То есть это говорит о том, что Кустанайская область, она действительно двигается в нужном направлении. И что касается аграрного сектора, он в основном находится в сельской местности. И здесь очень важно иметь специалистов, очень важно, чтобы молодежь поехала в село, и она занималась, работала, возделывала эту землю, создавала семьи, трудилась, получала прибыль от этого. Создавали, может быть, бизнес свой. Не только, так скажем, наемными работниками, а создавать свой бизнес. Вот если подойти к этой теме, то сегодня можно уже сказать, есть цифры. То есть 4310 молодых людей со времени программы с дипломом в село, это с 2009 года, уехали в село, в сельскую местность. То есть государство создало эти условия. Для чего? Для того, чтобы они могли приобрести квартиру под низкие очень проценты и подъемные пособия. То есть тогда молодой человек, в принципе, самое главное, это жилье для человека, и чтобы там он обосновался, работал и трудился. Здесь очень важно этот потенциал не упустить местным государственным органам. То есть они приехали в село, помимо этого нужно их постоянно мотивировать. То есть если у него есть успехи, значит покорили, чтобы он рос. Если, например, ему нужно какие-то проблемы свои решить, тоже помогать. Нужно сейчас этих молодых ребят, которые уже, так скажем, опробированы в сельской местности, использовать максимально. И тогда они будут выдавать на гора и IT-технологии, и ум, и знания будут работать на это село. Это очень важно. Также нужно бизнесу подключиться, в моем понимании. У нас социально ориентированный бизнес. Мы это знаем. Особенно населие, вот как мне кажется. Населие, да. Потому что каждый тело содержит. Очень много вкладывают в свое село. Ну вот Буканов Сарян Балкенович, герой труда наш, в село вкладывает. Также очень много-много таких примеров. Турсун Алмаджа Набилич тоже, значит, если говорить о новых технологиях, у него биогаз. То есть он вложил огромные деньги, и, наверное, он понимает, что сразу же эти деньги не вернутся. Но для того, чтобы показать, что и в селе это возможно, что надо вкладываться это делать, и он своим примером явным показывает. И таких примеров очень много. Нужно другим бизнесменам подключиться. Нужно им подключиться, и точно так же работать и заниматься молодыми людьми, создавать для них условия. Только тогда молодые люди приедут. Если не будут созданы условия, молодой человек он всегда сравнивает. И когда он приезжает с сельской местности в городскую и видит комфорт и удобство, конечно же, он быстро привыкает к этому. Четыре-пять лет еще он отключился здесь, да? Он привыкает. Хорошему человек всегда привыкает быстро. И здесь очень важно понимать сельской, так скажем, местной интеллигенции. Если мы хотим, чтобы этот молодой человек приехал в свое село, или вообще, чтобы молодые люди приезжали, нужно создавать условия. И те условия, которые созданы, они есть, но надо больше. Надо делать это все. Тогда, конечно, молодой человек, выбирая, он приедет в свое родное село и будет работать и трудиться. Ну, четыре тысячи человек за восемь лет, ну, это, по-моему, не очень много. Нет. Это, в принципе, вот у нас на сегодняшний день такая тенденция, что с каждым годом количество желающих, значит, по программе, оно не увеличивается. Почему? Потому что те специалисты, которые необходимы были, они насыщены. Это преподаватели, значит, львиная доля уходит. Это, значит, по ветеринарии специалисты уезжают туда. То есть, сегодня нужно тех людей, которые приехали, их удержать, их промотивировать. Есть вообще тенденции, что уезжают, да, после этого? После этого уезжает небольшое количество, оно есть, это жизнь. Семью создали, например, там, замуж вышла, в другое село переехала. Парень женился, уехал. Может быть, он там уже пять лет, семь проработал, ему предлагают здесь рабочее место, он вырос, он сюда приезжает. Поэтому такие тенденции есть. Есть и такие ребята, которые уехали и не отработали. Но они одно должны понять. И сегодня эта работа проводится, когда нужно просто возвращать все. Тогда раз ты пошел, не отработал, не, так скажем, отнесся к этому, не ответственно, то завтра ты будешь отвечать за это. Но это несколько напоминает советскую систему, когда было распределение, надо было определенное количество лет. Нет, это не советская система. Здесь немножко по-другому. Здесь распределения как такового нет. Есть желание молодого человека ехать в село. В конкретном? Нет, не в конкретном. Он сам решил. Он сам решил, я хочу в этом селе работать. Он говорит, я приеду сюда работать, все. Мы ему предлагаем условия. Говорим, что если ты хочешь, можешь поучаствовать в программе с дипломом в село. Если тебе необходимо жилье, подавай заявку. Эту заявку рассмотрят, и тебе предоставят деньги для того, чтобы купил жилье. Тебе пособие дадут. Он приходит и пользуется этим. Тем, кому этого не надо, они не пользуются этим. То есть они, например, считают, что жилье у них есть, пособие им не нужно. Они не хотят, так скажем, входить в какую-то кабалу, в зависимость. Они говорят, нам не надо, мы самостоятельно все это сделаем. Но те ребята, которые желают и не имеют какой-то возможности, а им это нужно, государство готово оказывать содействие и помогать. То есть здесь право выбора самого человека. Это тоже очень важно понимать. Это, наверное, самое главное. Хорошо. Все-таки вернемся немножко к посланию. Вот молодежь, какие для себя основные, скажем так, моменты все-таки выделяет в послании президента? Сегодня для молодежи очень важно понять, что нужно создавать условия и нужно понимать самому для себя. То есть нужно самому понять человеку, нужно ли тебе это. Нужно задать себе вопрос, что я могу сделать для государства, что я могу сделать для себя самого, что я могу сделать для своей семьи. Когда он этот вопрос поставит себе, у него появится цель, целенаправленная. Тогда он посмотрит, каким механизмом мне воспользоваться от государства, чтобы достичь этой цели. Это очень важный момент. И здесь первое, самое главное молодому человеку, который получил знания, их применить. Вот здесь как раз у него есть право выбора. Если он имеет навыки IT-технологий, то он может продать или продукцию свою, или свои знания. То есть он может приехать и трудоустроиться работать, хоть в городе, хоть на селе. Для этого есть государственная программа. Одну из программ мы уже сказали, это с диплом в село. Есть еще другая программа, это молодежная практика. Когда молодой человек, не имея опыта, а сегодня любое предприятие хочет человека с опытом, и сразу условие, у тебя есть опыт, он говорит нет, ему говорят извини. Вот чтобы такого не происходило, государство выделяет денежные средства, и на полгода человек за счет государственных денег проходит молодежную практику. И набирая опыт, он уже после выбирает. Он работая на предприятии, да, на конкретном предприятии, выполняя ту работу, которая положена по его специальности. В данном случае, когда мы говорим о молодежной практике, это молодежная практика для того, чтобы человек получил опыт в государственном органе. То есть он, например, выбрал для себя, что он хочет работать в государственном органе. Тогда, значит, ему предоставляются эти условия. Есть также программа социальные работники, есть общественные работники. Вот что касается общественных работников, они помогают, значит, ну, так скажем, взять одно село элементарно. Он пришел, стал общественным работником. Так скажем, образования, возможно, у него нет даже, у этого молодого человека, достаточного. Он может работать на общественных работах, он может благоустройством заниматься этого поселка и получать денежные средства. И, соответственно, он уже занят. И после того, как он получит образование, он имеет право и возможность уже трудоустраиваться. То есть очень много хороших программ. Просто я говорю еще раз, какая цель у человека. Или временную работу найти, потому что у него опыта нет. Или постоянную работу найти. И тогда он может воспользоваться государственной программой. А может быть, ему и не нужно идти к государственной программе. И он уже знает сам, где он будет трудоустраиваться. То есть сегодня человеку нужно это понять. Следующий момент очень важный. Это модернизация сознания. О чем тоже глава государства сказал. То есть человек должен переоценку сделать. Для того, чтобы продвинуться и по карьере, и дальше. Для того, чтобы создать себя. Себя как личность, как человека. И здесь мне хотелось бы сказать именно о втором направлении. Где сказано дальнейшее развитие ресурсного потенциала. То есть человеческого. То есть когда ресурсный потенциал работает. Приведем пример Экспо-2017. В прошлом году прошло. От нашей Кустанайской области мы направили 100 волонтеров. Они успешно съездили. Так скажем, отработали. Приехали. И один молодой человек. Он студент Кустанайского педагогического института. Третьего курса. Ернур. У него есть разработка. Это смарт-приложение. У него такая идея зародилась. И это смарт-приложение. Он буквально вчера мы проводили в рамках послания главы государства. Круглый стол. Умные города, умные нации. И он презентовал свой смарт-приложение. Смарт-приложение поддержано было руководством области. Все мероприятие проходило по поручению Акима области нашей. Архимеда Бегижановича. И председательствовал Мурзалиев Межан Есбайович. Заместитель Акима области. Курирующий этот вопрос. И он сразу же там решил. Сказал, что ваш проект мы одабриваем. Цена вопроса 680 тысяч тенге. И этот вопрос будет решен. То есть, такие площадки позволяют людям, молодым реализовывать свои мысли. Вот для чего мы будем сейчас увязывать это все. Чтобы ни один проект не остался. Хотелось бы сказать о нашей школе, Назарбаевской школе интеллектуальной. Что тоже молодые ребята, ученики 10-11 классов, представили свои работы. И также было одобрено. И сегодня было дано поручение палате Атамикен совместно с бизнесом найти применение этому приложению. А приложение очень замечательно. Это измерение в воздухе углекислого газа. То есть, получается, приложение у вас это имеется в вашем смарт-телефоне. И вы можете, находясь, например, в палате больницы, к примеру, можно это все измерять. В школе, например, в классе можно это измерять. Может быть, в трудные условия труда тоже можно измерить. И вот, значит, измеряешь. И голосовым сообщением тебе приходит в норме или не в норме. Ты уже смотришь. И то есть, можно уже, зная, какая ситуация в той комнате, где ты находишься, ты можешь отреагировать. И тогда тем самым улучшается экология. И улучшается состояние самочувствия человека. То есть, по сути, это... Это кустановские детей? Это наши, да. Это наши ребята. Они вот здесь, вот рядом. Только теперь нужно это все внедрить. И чтобы этим могли пользоваться. И чтобы все знали, что в республике Казахстан есть молодые интересные люди. И они, самое главное, участвуют в международных конкурсах. И побеждают, и пропагандируют все это. Теперь только нам нужно поддержать этих молодых людей. Вот самая главная задача сегодня управления по вопросу молодежной политики. Координация и поддержка таких молодых людей. Я думаю, что это очень важный, перспективный момент. Также мне хотелось бы сказать про повышение эффективности транспорта, логистической инфраструктуры. Мы об этом уже сказали вкратце. То есть, хаб. Здесь, конечно, молодым людям нужно посмотреть свои возможности. И здесь самое главное нужно понимать, любой проект, он работает в команде только. То есть, нужна команда единомышленников. И мы в планах себе поставили, уже по итогам круглого стола, найти единомышленников, создать команду. Почему? Потому что у каждого вуза, колледжа, школы есть молодые перспективные люди. Есть специалисты мощные очень. Есть база. У кого-то она, так скажем, модернизированная. У кого-то она еще требует вложений. Мы могли бы объединить все эти усилия и в командном духе работать, то есть друг другу помогать. Что тоже очень важно. И вот мы этим займемся. Я думаю, что какие-то будут успехи. И уже в следующей передаче, когда вы будете приглашать, мы, может быть, уже о результатах каких-то скажем. Именно вот в этом вопросе. У нас, к сожалению, заканчивается время нашей программы. Уже практически полчаса мы с вами разговариваем. Вопрос, который я планировал задать в конце, но вы частично уже на него ответили. Молодежь готова, кустанайская молодежь, готова воплощать вот эти 10 задач, которые поставил президент на текущий и на последующий год. У нас есть, скажем так, желание и потенциал для того, чтобы воплотить все это в жизнь? У нас есть огромный потенциал. Мы это видим. У нас есть условия для этого. Нам самое главное нужно не лениться. Нам нужно друг друга искать. В поиске быть. И когда мы соединим все наши усилия, я думаю, что это все получится. Обязательно. И когда некоторые говорят, что молодежь у нас такая или другая, может быть, да, я могу точно сказать, что у нас золотая молодежь. Золотая. Интересная и креативная. Нужно только зернышко это найти, этот алмаз, превратить его в бриллиант. Тогда он засветится и даст свои результаты. Я думаю, что успех в будущее, в молодежи. Ну что, большое спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Очень интересно рассказали о том, как и чем живет сейчас молодежь. Я думаю, надо будет еще раз вас и не один раз, наверное, приглашать. Потому что вот об этих интересных проектах и узнать-то негде. А в принципе, очень интересные вещи делают наши молодые люди. Завершая, скажем так, вот, есть идея. Я молодой человек. Куда мне обратиться с идеей? Если у него есть идеи, он может обратиться к нам в управление. Я уже как-то выступал в эфире, сотовый свой давал и телефоны. Ну, так скажем, у нас или не активные, или активные. Ну, хотелось бы сейчас еще раз озвучить, если это возможно. Вот, мой сотовый телефон 8705-701-6478. То есть, не надо звонить. Вот напрямую мне на сотовый телефон позвоните. Вот, и я с вами встречусь, и мы с вами переговорим. Рабочий телефон 392148. Мой прямой телефон. Вот. Можете в любое время звонить. Свои идеи интересные. И самое главное, уберите в сторону мысли. Да, ничего не будет. Это обратно просто сказали все. Уберите эти мысли. Если вы желаете что-то сделать, и вы хотите вложиться, и у вас есть терпение, и есть желание, мы готовы оказывать содействие, вместе двигаться в нужном направлении. Большое спасибо, что пришли в студию. Большое спасибо, что так с интересом работаете, с молодежью. Вас, дорогие телезрители, я жду экранов телевизоров в следующую субботу в 20.00. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»